Я уже собралась, покупалась, решила на дорожку выпить чашечку кофе. Да что-то корицы я сегодня не пожалела. Прям насыпала в чашку целая гора. Так, еду узнавать за платную парковку и сделать абонемент. Сама додумалась, никто не подсказывал. А потом, оказывается, поговорили с Лерой, а Лера говорит, так мой Гульельму платит и очень даже маленькую сумму. Но там получается, если ты живешь в районе этих голубых парковок, либо ты ездишь на работу, на расстояние какое-то, то у тебя есть какие-то скидки. Потом есть скидки кому за 65. То есть получается, что у меня никаких как бы скидок нет, потому что я не живу за 50 километров от работы. Я не живу в районе голубых скидок. Но я хочу поехать и узнать. Есть абонементская плата на месяц. Я хочу взять на полгодика, так как мне тут усилие на полгодика. Есть годовая. И потом, если ты хочешь, она продлевается автоматически. В общем, все, что узнаю, все расскажу. Потому что городская парковка у нас в городе частная. Она не принадлежит никаким государственным структурам. То есть кто как хочет, тот так и рулит. Ну, это мне так кажется. Может, есть какие-то особые законы, ну, типа скидки кому за 30 и так далее. Очередные цепальнички. Вчера, Лена говорит, Мана, забирай. Я говорю, что я буду с ними делать. О, о, раз, два, три. Так, а что это? Только верхняя часть? Четыре. Нет, с нижней части. Вот так. Это не мой размер. Это явно не мой размер. Слушай, мини-бикини. Не, вы меня там видели. Ну, подумать, кто у меня такой худенький, изящненький. Ну, я подумаю. Итак, вчера посидели, покушали. Знаете, эти сушены. Вот они сушат. Аж проснулась во рту точно. Такой сушняк. Я, если честно сказать, я в суши. Да, я могу их покушать, но я от них не в восторге. У меня там мяско, салатика, травы какой-то. И вот это вся моя еда. Так, что вчера посидели по-богатому, по-богатому. 200 евро обошелся ужин. Ну, это самый-самый дорогой суши-ресторан у нас в Гену. Я хочу сказать, что он всегда там отличается от тех дешевых. Разве что интерьером. А интерьер какой, ну, черная в полосочку все равно. В общем, как-то так. Вот. Ну, что, народ, взругнули? Выспалась. Все хорошо. Погода шепчет. Надо, наверное, на огород забежать. Потому что-то я вчера там... Не-не-не. Только себе горья ну нарвала. И даже не выглянула на растение. Так что сейчас заберу на огород. Гляпу, что там. Что там, мои гады. И может по дороге тогда куплю синие гранулы. Не-не, воздух прохладноватый все же. Солнышко светит, но не особо греет. Так, что там у нас у соседей? Помидоры уже растут. Растут. Мужик сажает. Горшки. Все как положено. Растения потом не растут. Поэтому тут надо аккуратненько. Соль крупная. Да, все-таки что-то с малиной. Листочек коты сломали. Сто кудово. Сюда можно соль посыпать. Цем цветом точно ничего не будет. Сею-сею посеваю. Думаю, и время ничего не будет. С пауки-караканы ползают. А вот сюда, вот так вот, на заборчик. Да? Крупной сольки чуть-чуть. Что-то дождем размоется, а что-то... И будут это наши голубые гранулы. Видите, стоит баклажан в дырочку. Хорошо хоть не в полосочку. Тут можно побольше. Тут у нас дорожки нет. Поехали дальше. Вот тут у меня лесочек сожрали. Я его уже отклеила. И мы ему так вот... Так, помидорчики цветут. Что-то тут... Все нормально. Все нормально цветут. Так, вроде бы... Роса есть, улажненькая. Огурчики. Ай, собаки дикие. Гля. Сожрали огурца. Сожрали огурца. Ах, ты ж... Подлеца сожрали огурца. Ну, другие вроде не пострадали. Все. Ви меня достали. Вот так он, гадый. Давайте чуть-чуть. Вот так. Прямо чуток. Дорогу перекроем. Сюда на заборчик тоже можно хорошо. А помидорчикам ничего, видите. Тьфу-тьфу-тьфу. На вас три раза. Что завтра? Проверим наши заборчики. Сегодня я их не собираю. Поскакала я. Оставила свою машину в терминале. Выхожу на улицу. И что я вижу? Да вы что-ка посмотрите. Как это кактус зацвел. Фикудинья. Ух ты. Вот это дает кактус. Сейчас я вас так чуть-чуть. Против солнышка. Не видно, да? Ай, красотень какая. Ну, прям полностью, полностью все цветет. Цветочки кактуса. А пчел, а пчел. Прямо раи. Да, какой он. Вот это плодово. Смотрите. Это же все фикудинья. Смотрите. А у нас, как всегда, школьники, экскурсии. Так, ну ладно, я на метро. Раз уже все снимают, то я вам сниму. Бруно Каталану. Оп. Шнекка Рекоменто есть такие. И тут. На вокзале Бринюли. Понятно, что за сумку все держится. Но так смотрится очень даже интересно. Да, дядька? Ну, моргнину. Не. Говорит, что он памятник. Бронзовый. Давно не проходила через этот парк на вокзале Бринюли. Ну что, ребята, кто меня давно смотрит, тот знает. А кто недавно, то знаете, что моя судьба начиналась вот с этого парка. Так, что тут можно перебежать? Как? Вот ты лилек даешь, да? Бегаешь еще к молодости. Ну, а что сделаешь? До перехода он далеко был. Вот так вот. В 2000-м или в 2001-м году. А я не помню уже, когда я приехала в Гену. Ну, пиво Бэкстада точно так вот на пенечке не стояло. Так что, была я в этом парке. Где в субботу и воскресенье встречаются в основном наши женщины вот тут на лавочках. А ну, видите, как молодой человек сидит. И вот так я познакомилась с нашими женщинами. Вот, по-моему, с вот этой лавочкой, где мужчина и женщина. Тут тоже кто-то лавочку занял, спит. И началась моя жизнь в Генуе. Вот так вот. Сейчас туда направо идет улица 20 сентября. А над улицей 20 сентября есть такая улица Корсу Андрея-Подеста. И там находилась эта каза праной. Сестры милосердия, которые предоставляли нам угол. И питание за 300 евро в месяц. И искали нам работу. Водили нас Киезо-Санта-Катарина. Записывали наши резюме. Кто где был, кто что делал. Проверяли нас на знание, естественно, итальянского языка. И вот так вот и началась моя жизнь в Генуе. А в зимнее время вот здесь у нас всегда происходят ярмарки. Типа на Рождество. Все-все. Вот эта вот вся полностью площадь парка занята рыночком. Так что вот такая история этого рынка. Раньше у нас там прямо по курсу была Койстура. Сейчас мы выходим сюда. Пьяца Дела Виктория. Площадь Виктории. Вот тут между этими зданиями мы вчера были в этом ресторане Суши Яма. Видите, как раз между желтым и белым зданием. Туда по улице. Это практически в центре. Это улица 20 сентября. А мне в эту сторону. Мне в эту сторону надо лабораторию Дей Сапори. Тоже ресторан закрыт. Помните, когда мы ходили в китайский ресторан? Франко его продал. Открыл себе в Савоне. Куда-то уже меня приглашал на работу. Но Савона, ребята, это очень далеко. Туда не наездишься. Вот. И у них там случился несчастный случай. Кто-то порезал пальчик. Короче, вызвали они скорую. Скорая вызвала комиссию. И в итоге этот ресторан закрыли. А он был неплохой. Так что-то я не пойму, как тут автобусы ходят. Сделали конечную. Раньше я тут не видела вот этого. Виалы, видимо, новой. Ну, это я давно уже в Генуе не была. Так, ладно, мне аж туда на следующую. Так что, видите, вот такой скверик-парк. Достаточно-таки летом тут приятно, потому что солнце вот этих вот всех деревьев, оно просто не пробивает. Деревья очень-очень даже. Надо сказать, что парк очень даже ухоженный. Стригут все время травку. Чисто. У нас мусорные машины. Вот эти подметалки. Вот сколько я ехала сейчас. Шла пешком. Везде-везде-везде. Везде с утра работают. И все убирается. Везде-везде веток. Одна ветка там валяется. Свежая, оборванная. Так что, как-то так. Это мой банк. Это, видимо, их главный центр. Ну, мое отделение находится на сестре. Вот так выглядит этот офис. Много людей ждут. Как говорится, Надежда умирает последней. Умерла. Нельзя. Нельзя. Если б я жила в центре, тогда можно было. Так как я живу не в центре, добирайтесь как хотите. Ставьте где хотите. Нету таких законов. Ну, что, будем искать другие варианты. Видите? Плаца Дела Виктория. Площадь Победы. И он по лесенке. Скорее всего, что пошли наши дамочки. Во всяком случае, похожи. И вот там наверху-наверху. О, как раз самолетик летит. Там наверху тоже есть скамеечки свое. Такое место для отдыха. Где можно тихо, спокойно под деревьями перекусить. Уже этот городской шум. Як не скоро, так карабинеры, так еще кто-то нарушают тишину такого прекрасного места. Вон, видите, девочка стоит, то ли снимает что-то, то ли что-то показывает. Ну, в общем, я ее, она меня. Ну, и тут большущая стоянка. По субботам-воскресеньям отсюда отправляются наши автобусы. Так что, кому надо отправить посылку, они рано уезжают. Где-то около 12 часов дня их можно найти и по этой стороне, и по той. Прямо аж там в конце. Тут где-то посрединке, а там в конце. Так что, кому надо, обращайтесь. Вы узнаете? Наш автобус. Водители там стоят, курят. Скорее всего, уж отправляется. Вот еще один. УА. Находится ИМС. Институт социального обеспечивания, куда можно сходить за пенсию. А это написано экскурсия. Нет, перевозки пассажиров. Ну, в общем, видите, в понедельник уже пару наших автобусов увидела. А это уже поляки, да? То, что за халабутка. Кто там в домике живет? Ну, кто-то живет, видите. Тачка на колесах. Подушек куча. Ну, так живут бомжики в Генуе. Культурно себе бабушка примасилась. Все у нее там чистенько. Живут себе так люди. Видите, квартиры нет. Но все при ней. А, видите, человек Славочки уже ушел. Ну, а я сейчас проеду пару остановок на метро. Выйду на Сан-Джорджу. Пойду куплю Славуни Сава. Алене Языков себе тоже. Такие они вкусные оказались. И по дешевке. Алена говорит, а где ты язык брала? Говорю, так у китайцев. Она говорит, что они их деликатесом не считают. Я говорю, ну, может, говяжьи считают. А свиные как-то недооценивают. Хотя на вкус это не сильно отличается. Разве что по размеру. А нам-то что? Так что, ребята, вот там интересная стена. По ней стекает вода. Сейчас я вам покажу. Уже туда идти не буду, но покажу. Видно, да? Красиво сделано. Не утихающий фунтан. Но все равно жить в центре города, знаете, это себе. Это себе морочить голову. Я люблю свой район. Тихий, спокойный. Соседи хорошие. И вообще все у нас хорошо. Местный аквариум. Сейчас я пришла до китайцев скупиться чуть-чуть. Поют, пацаны. Знаете, как у нас раньше с речевкой? Раз, два, три, четыре. Кто шагает дружно в ряд. Вот я купила. Че сольця, че мясця. В общем, это славуни. Сейчас идем на обед. Суши по-украински. Соевый соус. Наши фиши готовы. Сейчас, здесь есть кто-то такого перчика. А тут варится два языка и два сердца. Сейчас я этот бульончик солью. Это будет нам соленое. Диетическое блюдо. Сегодня у меня будет блюдо такое. Совсем не диетическое. Но очень вкусное. Это красный лук. Это не подгорело. А, ну, естественно. Салат. Салат. Грана-падана. Скальли-гидрана. Ну, тоже солька-перец. Оливковое масло. И чуть-чуть. Бальзамического уксуса. Всем приятного аппетита. О, закипает. Сливаем. А, и так, знаете. Хлебушком, хлебушком. Вот эти шкварочки. Это в основном мясо. И салатик. Очень можно семечек посыпать. Да.